Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. И традиционно отдельный привет тем, кто смотрит нас в прямом эфире через перескоп. Что ж, до Нового года, столь долгожданного праздника, остаются две полноценные торговые сессии. Полагаю то, что настроение в связи с этим у вас соответствующее, приподнятое, хорошее. Если это не так, то советую использовать все возможности, все обстоятельства, чтобы как можно быстрее его улучшить. Потому что как мы Новый год, соответственно, встретим, так его и проведем. Думаю, что для нас, трейдеров, эта поговорка имеет, наверное, еще более серьезное такое сакральное значение. Потому что именно настроение выступает одним из определяющих факторов, вследствие которых мы настраиваемся на реализацию инвестиционных идей. И придерживаемся спекулятивной деятельности на финансовых площадках. В общем, настрой должен быть соответствующим. И, разумеется, в связи с этим мы обязаны встретить 2016 год так, как хотим его провести. Поскольку 2015 год позволил нам реализовать много интересных идей. Уверяю вас, в 2016 году мы найдем новые тренды. Точнее, встретим 2016 с старыми трендами. Но, наверное, подготовимся к новым уже идеям, исходя из актуального новостного Афона. Давайте возвращаться на финансовые рынки. Понимаю то, что сейчас предпраздничная такая новогодняя среда. Низколиквидные волатильные торги. Ничего интересного на них не происходит. Но все-таки есть вероятность сюрприза. Почему? Потому что то, что вообще сейчас характерно для рынков, особенно на фоне серьезных макроэкономических событий, ФРС и ЕЦБ, это не совсем тривиальная ситуация. Поэтому взрывоопасные моменты, они, конечно же, присутствуют. И кто знает, как мы отторгуем последние вот заключительные сессии этого года. Может быть, буквально через несколько минут. Может быть, завтра, послезавтра. Но какой-то сюрприз на финансовых рынках появится. И я, честно говоря, исходя из своей субъективной позиции, полагаю, что такого сюрприза мы можем дождаться. Поэтому не нужно пока рынки списывать со счетов. И, наверное, в идеале бы нам, конечно же, поймать еще какой-нибудь заключительный аккорд этих трендов, которых мы придержимся. Но прежде всего я делаю ставку, конечно же, на слабости европейской валюты и усиление позиций доллара. Не забывайте также о том, что буквально несколько дней также осталось до окончания действия нашей новогодней акции бонуса на пополнение в размере 20,16%. Если вы еще не воспользовались этим предложением, советую воспользоваться. Особенно актуальная акция с учетом той ситуации, которая характерна для российского валютного рынка с точки зрения стремительной девальвации рубля, о которой мы с вами уже говорили. Ну, все-таки давайте обо всем по порядку. Начнем мы сегодня, как и всегда, с нефти. Предлагаю обратить внимание на актуальные котировки, которые на текущий момент находятся в районе 36,66. Лоу вчерашнего дня 36,41. То есть, весь тот, все то восходящее ралли, которое актив набрал по итогам среды и четверга прошлой недели, полностью отыграно. Рынок никак не хочет давать шансы быкам, чтобы отыграться. Нефть остается одним из ключевых аутсайдеров. И если ситуация не изменится, скорее всего, Brent закроет 2015 год на многолетних минимум. По крайней мере, все к этому идет. Почему рынок так активно снова ринулся в распродаже и WTI, и Brent? Наверное, это все-таки четкое осознание того, что те факторы, которые выступали на протяжении всего года в качестве разгрузочных обстоятельств, они сохраняются на рынке. И прежде всего, это гиперизбыточное предложение, которое дает о себе знать и которое позволило нам, соответственно, активно солить Brent на протяжении последних 12 месяцев. Снятый запрет по экспорту нефти в Соединенных Штатах Америки, который действовал с 1975 года. Серьезные, конечно же, обстоятельства. Напомню, что такой вызов, который сделал Соединенные Штаты Америки, мы тут же связались с потенциальной реакцией составной ближневосточного картеля. Потому что знаем, что текущая ценовая политика, рост объемов производства, рекордные показатели добычи в Саудовской Аравии, мы видим то, что и в Иране, и в Ираке также нефть по производству зашкаливает, и это еще не пределы, потому что Иран готовится к снятию финансово-экономических санкций. Все это упирается, опять же, в вектор того подхода, который направлен на выдавливание с рынка сланцевого производства. Поскольку мы также анализируем актуальные объемы цифры производства в США, знаем то, что с учетом сланцевого бума уже производство находится в районе 10 миллионов барлей в сутки. Это, конечно же, очень много. И если несколько месяцев назад даже больше нам говорили о том, что производство будет полномерно снижаться, мы даже вот по сегодняшний день такой вывод сделать не можем. Потому что анализируем цифры, фактические отчеты, и все они указывают на то, что рынок продолжает находиться в таком избыточном состоянии. Поэтому высокое предложение, недостаточный спрос – это те факторы, которые мы тут же перетягиваем в плане анализа перспектив бренда и переходим вместе с ними в 2016 год. На этих выходных вышли данные по Китаю, в частности, по доходам китайских компаний. Если вы следили за этой статистикой, то смогли убедиться в том, что это еще один негатив фундаментального характера, потому что доходы снижаются, и это тренд, тенденция, которая сохраняется на протяжении 6 месяцев подряд. То есть совершенно очевидна стагнация и рецессия сектора, что в целом говорит о том, что экономика Китая будет и дальше создавать угрозу для мировой экономики в целом, и вследствие чего, вследствие этого, цены на сырьевые товары будут продолжать снижаться, находиться под понижательным трендом. Интересная такая параллель. Как только цены на нефть начали, соответственно, расти, до того, как цены начали расти, вот в среду и четверг, на рынке с точки зрения какого-то фундамента, дополнительных сообщений, напрочь отсутствовала опека. И как только Brent принял попытку, чтобы хотя бы нацелиться, может быть, в каких-то самых оптимистичных ожиданиях, добраться до уровня 40, как тут же на рынке объявился Ирак сообщениями о том, что Иран после снятия финансово-экономических санкций, буквально через сутки, они тут же будут готовы нарастить объемы производства и поставок экспорта нефти более чем на 500 тысяч баррелей в сутки. Рынок тут же отреагировал на это, потому что это, скажем, вернуло участникам трейдинга, скажем, поводы и возможности для трейдинга касательно того, что есть какой-то скрытый план касательно перспективы этого актива. И этот скрытый план, как дорожная карта, реализуется ближневосточным картелем. Они не просто так не снижают квоту производства нефти. И мы знаем то, что кто и может повлиять сейчас на текущую экономическую и ценовую конъюнтуру, характерную для рынка углеводородов, так это только ближневосточный картель ОПЕК и прежде всего Саудовская Аравия. Но как повлиять? Снизить, конечно же, квоту производства и уж тем более уменьшить фактические объемы. Они этой возможностью не пользуются, а значит у них есть скрытый ориентир, который может находиться на очень низких значениях. Если будем, исходя из этой позиции, ссылаться на комментарии ряда инвестиционных банков, то есть версия, что таким уровнем по бренду выступает значение 25 долларов за баррель. Может быть даже и еще ниже. Поэтому сами подумайте, какой потенциал сейчас есть еще в плане коррекции. И если этот потенциал будет реализован, если нефть будет продолжать снижаться, что произойдет с рублем в этой ситуации? Конечно же, предположить очень трудно. Потому что даже вчерашняя торговая сессия ясно указала нам на то, что девальвация, она в качестве очевидного следствия и логичной реакции является определяющей для динамики рубля. И как только бренд снова начинает тяготеть к новым уровням, тут же девальвация дает о себе знать и отправляет пару USD-RUB к новым локальным хаям. Вчера это и произошло. В частности, мы поставили с вами даже среднесрочную цель. Я не думал, что под занавес 2015 года мы сможем добраться до уровня на 72. То есть, достаточно важного сопротивления. Пусть оно не такое мощное, как это было с уровнем 70. Но все-таки для того, чтобы наскоком преодолеть в рамках одной торговой сессии на больше, по сути, двух рублей, должен был бы соответствующий фундамент присутствовать на рынке. Но, наверное, сейчас то, что мы наблюдаем на рынке энергоресурсов, это и является серьезным обстоятельством, которое провоцирует такую динамику и рубля. И плюс ко всему, если вернуться к такому глобальному анализу, рубль действительно должен стоить уже гораздо меньше даже текущих значений. Потому что сейчас он явно не поспевает за брендом. Мы увидели серьезную разгрузку этих активов. Но вот рубль более-менее сопротивляется. Вот эта полномерная девальвация идет, но она не такая стремительная, как могла бы быть. Поэтому, если рынок вернется к осознанию того, что рублю нужно догонять, слабость, соответственно, нефти, даже с точки зрения конверсии, опять же, стоимости баррелей нефти, с точки зрения рублевого эквивалента, получится, что российская валюта сейчас уже давно должна была находиться около 80 против доллара. Пока это значение 72.24, но вчерашняя торговая сессия ясно дала нам понять, что девальвация может быть очень быстрой даже в рамках такого короткого промежутка времени, как один полноценный торговый день. Поскольку 72 уже позади, давайте ставить новые цели. Что нам еще остается? Если нефть продолжит корректироваться вниз, то, значит, по рублю дальнейший долгостоящий ориентир может выступать уже в качестве значения 75 против доллара. Это что касается наших ориентировок по паре USDRAP. Что касается нефти, то не добрались мы до того уровня, с которого хотели начать снова новые продажи, это 40 долларов за баррель. Если вы все-таки высмотрели возможности для продажи нефти, наверное, я хочу пожелать вам удачи, потому что такой подход может быть действительно профитным, потому что действительно есть потенциал для еще большего снижения. Но я с опаской сейчас поглядываю на возможности распродаж с текущих значений, потому что уж больно низко за последнее время просела нефть, и прежде чем мы, наверное, пойдем еще ниже, даже по закону, опять же, трендового движения должна быть проторговка и должно быть возвращение хотя бы к ближайшему уровню сопротивления. Для меня это рубеж 40. Как только мы до него доберемся, тогда я снова обозначу новую инвестиционную идею по прежним, может быть, даже еще более агрессивным продажам. Но это, наверное, уже будет 2016 год. Пока сохраняю статус наблюдателя, слежу, конечно же, за информационным фоном, но и стараюсь доносить вам обо всем интересном, что происходит касательно этих активов. Предлагаю двигаться дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.0970. Это видно то, что евро находится, скажем, таким спросом, пользуется спросом, с хорошим настроением прессингуют на рынке финансовых активов, противостоит доллару. Ну, наверное, это не так уж и трудно сейчас, поскольку доллар сам-то не торопится использовать тот фундамент, который поступает со стороны, опять же, национального региона. С чем это связано? Наверное, все-таки ключевая причина ослабления американца это закрытие тех затяжных лонгов, которые были расставлены трейдерами еще в начале 2015 года. Профит уже стоящий, участники выходят с рынка, фиксируют результаты, и я отмечал то, что такой фиксинг – это провокатор для логичного отката и реакции, связанной с, опять же, ослаблением позиции американца. А вот рисковые инструменты используют это для того, чтобы улучшить собственное положение. Есть ли основания для роста европейской валюты? На самом деле нет, абсолютно никаких, потому что мы неоднократно возвращались уже к целостной оценке фундаментального фона европейского происхождения и находили там только признаки для серьезной разгрузки. Именно поэтому мы постоянно говорим о тех параметрах Европейского центрального банка, которые еще могут быть изменены. И не только мы. Точно такой же позиции придерживаются многие банки, выставляя свои долгосрочные ориентиры и, соответственно, анонсируя эти идеи своим клиентам. Если объективно, опять же, делать анализ, европейская валюта – реальный усадер. И давайте не будем обращать внимание на тот выпад, который наблюдается сейчас, потому что это последняя попытка для быков отнять у доллара хоть еще какой-то процент стоимосного эквивалента, еще, скажем, несколько десятков пунктов. И, наверное, нужно отдать им должное, потому что за последние много месяцев мы получили хороший профит на коррекции европейской валюты. Пусть порадуются сейчас и быки. Но уровень даже сопротивления 1.10 является довольно-таки крутым. Я не вижу оснований, даже исходя из скудного, пустого экономического календаря, чтобы европейская валюта получила поддержку, усыпилась за это сопротивление. Поэтому еще в ходе прошлого брифинга я отметил тот факт, что с большой долей вероятности 2015 год, скорее всего, будет закрыт даже ниже уровня 1.0950. И, учитывая то, что я все-таки надеюсь на какой-то момент сюрприза, связанного с повышенной волатильностью, такие заключительные, может быть, часы 2015 года, ну, утрируя, конечно же, поскольку у нас еще больше двух полноценных торговых сессий, но я ожидаю все-таки какого-то активного трейдинга и надеюсь то, что этот трейдинг все-таки продавит немножко европейскую валюту и позволит нам оказаться ниже уровня 1.0950. Поскольку важной статистики сейчас нет, трейдеры будут ориентироваться на фонд, характерный для американца. Но здесь у нас еще может быть эффект отложенного оптимизма, потому что даже на прошлой неделе мы получили целый блок серьезных, сильных макроэкономических данных, которые еще не отыграны американцам. Если сейчас мы имеем дело просто с фиксингом результата, то фундамент, он еще будет отыгран трейдерами, но, может быть, это произойдет только уже в начале 2016 года. Но мы знаем то, что мы по-прежнему заряжены с точки зрения новостей на усиление позиции доллара. Просто осталось этого дождаться. Поэтому в качестве цели и, точнее, инвестиционной идеи по паре евро-доллар у нас селл-стоп с уровня 1.09, тейк-профит 1.05, стоп-лосс 1.10. Давайте пока эту идею и сохранять. Доллар японская иена. По итогам вчерашней торговой сессии мы увидели локальное укрепление американца. Я надеялся, что такое же укрепление мы сможем наблюдать и сегодня, хотя еще не вечер. Даже несмотря на ослабление пары USD и иены в рамках азиатской торговой сессии все может измениться. Действительно, общий фундаментальный фон указывает на то, что есть основания делать ставку на рост доллара, потому что, опять же, сильная статистика позволяет нам продолжать и спекулировать на тему более жестких мер по изменению монетарной политики и по постепенному повышению процентных ставок. Да и плюс ко всему, помимо американца, мы сейчас еще следим за японским макроэкономическим фоном, потому что сейчас Япония для нас представляет интерес как противовес ФРС. Потому что Банк Японии, как бы он не хотел избежать более агрессивного выкупа активов, скорее всего, он без этого не обойдется. Потому что ключевая проблема, она остается актуальной. Это проблема низкой инфляции. Были, конечно же, оптимисты, которые цеплялись за хорошую статистику. Не знаю, где они ее, правда, нашли, но верили в то, что Япония сможет показать стоящие темпы экономического расширения под конец 2015 года. Если вы следили за статистиками, ну или, по крайней мере, за брифингами, мы анонсируем каждый отчет, и я это делаю. Хорошей статистики мы не видели. Плюс ко всему, еще вчера вышли данные по промышленному производству и роничным продажам. Оба отчета в минусе просили более чем на, точнее, не более, а ровно на 1%. Это очень плохо, потому что это два ключевых сектора, которые и могли повлиять на более-менее стоящие показатели по экономическому расширению. Пока поддержки для ОВП нет, значит, ОВП будет слабеть. И если, скажем, слабость ОВП не создает угрозу для еще большего давления на индекс потребительских цен, тогда что же может оказывать более определяющий эффект? Ну, может быть, снижение цен на энергоносители? Хотя здесь у нас тоже, наверное, еще один серьезный аргумент, указывающий на то, что инфляция будет снижаться. Как бы то ни было, проблему дефляции решить не удается. Целевой показатель по индексу потребительских цен, тоже, между прочим, как и в рамках Еврозоны и ФРС, это и Банк Англии, 2%, но до него еще, как, скажем, до Китая пешком. До этого отчета, до цели добраться в ближайшее время, а под ближайшим временем, я имею в виду даже перспективу, в полтора-два года, может быть, даже больше не удастся, а значит, единственная возможность попытаться исправить ситуацию, это переходить к более сильному покупку активов, потому что нужно создавать условия, вследствие которых национальная валюта будет девальвироваться, потому что только ослабление курса национальной валюты может провоцировать потребительскую активность, а потребительская активность – это как раз один из разгоняющих факторов для роста инфляции. Если кто-то будет навязывать вам идею, либо дискутировать с вами касательно того, что сейчас можно дождаться укрепления иены, исходя из какой-то позиции со стороны Банка Японии, я считаю то, что этот подход абсолютно нелогичный, несостоятельный, потому что укрепление иены, оно точно не создаст условия для роста индекса потребительских цен. То есть, если мы увидим рост курса японской валюты, это будет, опять же, противоречащая тенденция, а следствие той политики, которая реализуется в рамках цикла Синза Абе. Полагаю, что этого мы не увидим. То, что сейчас наблюдается, это временное явление. Поддержка 120 с большой долей вероятности устоит, и, наверное, даже мы до нее не доберемся. То есть, у нас есть возможности, а точнее даже у тех, кто еще рассматривает, ищет поводы для покупки USD иена, зайти как раз в эту сделку с очень комфортных и текущих уровней. Еще раз отмечаю, наша цель 125, мы до нее непременно доберемся. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь вчерашняя торговая сессия негативная для фунта. Вопросов, наверное, в связи с этим нет ни у кого, потому что та оценка общей фундаментальной картины, которую мы проводили, она как раз и указывала на возможность распродажи британской валюты. Самый ключевой негатив, главный негатив, который мы получили на прошлой неделе, это рост заимствований государственного сектора. И после этого мы увидели слабые показатели по темпам экономического восстановления. Сейчас мозаика складывается. Все указывает на то, что в 2016 год, разумеется, Англия выходит с прежними рисками. Но здесь, наверное, стоит отметить катастрофическое падение экспорта. Здесь стоит отметить низкие показатели по индексу потребительских цен, слабую потребительскую активность, падение роничных продаж, промышленного сектора, сферы услуг, да и те ожидания, которые ломбируются сейчас с Банком Англии касательно достижения целевого показателя по инфляции в 2%, они также уже едут по срокам, как мы и говорили. В 2017 год, да и в лучшем случае только. Если нет оснований сейчас делать ставку на, точнее, верить в то, что Банк Англии сможет повысить процентную ставку и достигнуть, хотя бы приблизиться к целевому показателю по инфляции, значит, у нас есть серьезный повод для дальнейших распродаж фунта. И сейчас к этой идее присоединяются все больше банков, как будто бы прислушивались к нашей позиции. Действительно, фунт будет оставаться уцсайдером, тем более, что в 2016 году мы подключим к факторам потенциальной разгрузки еще и политические риски. По фунту у нас была идея, связанная с использованием отложки селл-стоп с уровня 1,4880, тейк-профит 1,4750, стоп-лосс 1,4920. Мы сейчас в этой сделке, правда, актуальные котировки 1,4903, то есть, если пара пойдет вверх, то мы сможем, к сожалению, добраться до уровня стоп-лосс. Но пока тогда в рынок больше не залазим, смотрим, что будет дальше, хотя, наверное, если повезет, да, стоп-лосса и не доберемся, потому что, полагаю, фунт можно солить даже уже до конца 2015 года. Важных отчетов также на сегодня не предвидится, собственно, так же, как и до конца этого года, поэтому просто наблюдаем за ситуацией, готовимся к новому 2016 году и готовимся к тому, что в следующем году спекуляции будет еще больше. Пару слов хотел сказать еще по паре USDCAD. У нас цель 1,40. Пока мы до нее не добрались, сейчас актуальные котировки 1,3873. И видим то, что ослабление нефти сразу же стало причиной девальвации канадской валюты, то есть, реакция также логична. И на фоне, опять же, тех аргументов, которые я обозначил в ходе последних брифингов относительно перспектив канадца, у нас также все сейчас располагает к тому, что по паре USDCAD мы непременно доберемся до ближайшего сопротивления 1,40. По другим активам все пока без изменений, прежние цели и прежние ориентиры, которые мы перетаскиваем уже в новый 2016 год. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, ну, либо использовать для этого наш форум. Ну, а я, пользуясь возможностью, хочу поздравить вас с приближающимся Новым годом, пожелать хочу, конечно же, достатка, финансового благополучия, богатства и денег. Ну, и, конечно же, счастья и здоровья. Увидимся мы с вами уже в следующем году, поэтому собирайтесь силами, следите за новостным фоном, но если не будете этого делать, ничего страшного, потому что это сделаю я и донесу вам все самое интересное уже 4 января. Тогда мы снова возвращаемся в бой и начинаем трейдить по тем инвестиционным идеям, которые вот перетаскиваем с 2015 года. Поэтому еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok